Дима, привет! Привет! Что такое 30? Вопрос в лоб. Это теория решения изобретательских задач. Нужна она, если вы интересуетесь, каким образом можно решать нерешаемые задачи, быстро и находить довольно элегантные, сильные решения. Эта штука была основана Генрихом Альпшулером в 50-х годах для того, чтобы решать технические противоречия. И три кита, на которых основывается дисциплина, это первое противоречие, а именно разрешение их, ну то есть, точнее, поиск и разрешение. Второе – это идеальный конечный результат, достижение идеального конечного результата. Третье, кстати, это закон о развитии технических систем. Еще, по-моему, четвертое есть, это… Забыл. Ну ладно, неважно. В общем, этого достаточно для понимания. Короче, мне Трис помогает для того, чтобы решать сложные задачи небанальным образом. Объясню, в чем разница. Короче, прилетает вам какая-нибудь задачка. Даже, ну, дизайнер часто сталкивается с противоречиями, типа, там, меню должно быть большим и маленьким одновременно. Вот. Или сделайте мне, чтобы на главном экране было много инфы и мало инфы одновременно. Вот. И это вызывает такой коллапс в голове дизайнера и конвульсия сразу. Он такой начинает, короче, начинает истерить. И говорит, что, типа, вот, заказчик мудак, он ничего не понимает. Но на самом деле заказчик не мудак. Вот. У него просто есть определенные требования, и в ходе этих требований иногда вы вместе упираетесь в какие-то неразрешимые стены. Но, если принять во внимание тот факт, что любое противоречие разрешимо, даже если вам сейчас кажется то, что, ну, не любое противоречие разрешимо, да, вы просто можете переключить мозг в эту сторону и подумать, что если любое противоречие было бы разрешимо. И у вас чуть поменяется мышление, вы начнете искать решение, вместо того, чтобы искать причины того, что не получается. Вот. Ну и, короче, пример из практики. У нас, мы ведем интенсив, у нас на интенсиве раньше, ну, у нас на интенсиве, в принципе, много практики, но раньше мы давали эту практику таким образом. У нас есть, идет тема, потом мы даем большое задание, в котором много подзаданий, и мы даем это кучей и даем три дня на выполнение до следующей темы. Проблема в том, что студенты откладывают выполнение всегда на последний момент, как бы ты им часто ни говорил, просто это такая, не знаю, физиологическая особенность человека иногда, забивать и откладывать, если ты не понимаешь, что за задача. Тем более, если задача большая, она представляется тебе какой-то нерешаемой, и ты ее откладываешь, откладываешь, пока у тебя не загорится дедлайн. Вот. И, в общем, у нас была не очень позитивная статистика по успеваемости, и мы подумали, мы, короче, начали думать, что делать. Первый способ – это когда мы все собираемся вместе и обсуждаем эту проблему, и, как правило, мы накидываем решения, которые в области, ну, вокруг этой проблемы, накиданные по инерции, типа давайте введем там какие-нибудь бонусы тем, кто выполняет, давайте будем штрафовать тех, кто не выполняет и так далее. Но это суть слабое решение. А хочется того, чтобы и удовольствие у человека было, и задание выполнялось. Да, это как одно из, один из уровней противоречия. Потом мы начинаем копать глубже в эту задачу, вот, и понимаем, что человеку комфортно, когда у него заданий мало и получается, и с другой стороны, должно быть практики много, чтобы навык нарабатывался, и мы получили такую штуку, что практики должно быть мало и много одновременно, то есть дошли до физически неразрешимого, казалось бы, противоречия. Но нам нужно поставить задачу в таком виде, чтобы было и то, и другое, чтобы заданий было и много, и мало одновременно, то есть практики много и мало одновременно. Мы такие, окей, давайте посмотрим, что если мы будем решать эту задачу И задаем вопрос, в каком случае практики должно быть мало Ну, чтобы студент легко выполнял задание и успевал А в каком случае практики должно быть много Ну, как бы в общем, между темами То есть тот же объем, который мы даем после каждой темы И в итоге мы решили просто, самое простое решение Раздробить эти задания на маленькие и задать каждому маленькому заданию маленький дедлайн Таким образом, что человеку просто выполнить маленькое задание Задать его к концу дня Тренер его проверяет На следующий день человек получает еще одно маленькое задание Задает его к концу дня и нормально И у него как бы удовлетворение есть, потому что у него получается все И то, что он к дедлайну успевает И у нас есть выполнение наших критериев То есть наш интерес в том, что студенты получают навык Вот таким вот образом разрешаются противоречия, то есть суть в мышлении, в постановке вопроса, при каких условиях эти противоречивые факторы возможны, могут существовать и одновременно. Что еще я могу поведать? Кому может пригодиться кейс? Ну, я уже говорил. Кроме дизайнеров. Любым людям, которые решают задачи. Ну, это практически любой человек, который хоть что-то делает, даже какой-нибудь слесарь, типа деталь должна быть шероховатая и гладкая одновременно. Ну, хоть что за фигня, непонятно, да? Там всякие химики, там, я не знаю, инженеры, управленцы. В управлении часто возникают неразрешимые задачи или патовые ситуации, когда, не знаю, нужно заплатить налоги, а ты не можешь заплатить налоги, потому что там еще какой-то штраф. Ну, в общем, иногда встречается такое. Куча примеров есть вообще в интернете по ТРИЗу, типа решенные задачи по этим методам. Ну, даже, короче, еще до ТРИЗа. Вот. Это такие байки ТРИЗовские, которые любят пересказывать все тренеры. Ну, я сейчас, может быть, расскажу пару байк. В общем, где-то в средневековом городе молодые барышни имели такую забаву, типа кататься на каретах по улицам. Ну, вот. А это развлечение было такое опасное. Ну, не знаю, то на собаку мы едут, то, короче, прохожие мы едут. Ну, в общем, не очень позитивно. Жалобы поступали в городское управление и, в общем, пришли к вопросу, что нужно запретить эту штуку. А запретить власти не могут, потому что эта развлекуха, она для элит, для богатых, которые тоже, как бы, принимают решения и влияют на управление городом. Вот. И, как бы, вот противоречие. Нужно запретить, не запрещая. Как это? И вышел указ в итоге, что разрешается... А, ну, короче, там еще был один нюанс, что женщина после 35 лет, она считалась такой уже старой. Ну, в общем, ну, не прикольно. И вышел указ, что разрешается устраивать гонки на каретах дамам старше 35 лет. То есть, получается, запрет начал работать, что, ну, стрёмно кататься, что будут считать, что ты старше 35 лет. Вот. А с другой стороны, ну, то есть, разрешение, оно стало работать как запрет, по сути. Вот. Таким элегантным образом разрешили противоречие. Что еще? Ну, термокружки там какие-нибудь, там тоже противоречие разрешено. Да, вот, например, кружка, да, у меня обычная. У меня чай должен быть горячий, да, внутри, а снаружи кружка должна быть холодная. То есть, это значит, что материал он одновременно должен быть горячий и холодный. Это физическое противоречие. То есть, если дать это просто человеку, который, ну, не может переключить свое мышление на какое-то позитивное, он скажет, типа, да вы совсем идиоты, короче, этого не может быть в физике, потому что противоречие законам физики. Ты такой, окей, при каких это условиях возможно? Ты берешь просто и понимаешь, что одна плоскость у тебя должна быть холодная, а вторая внутренняя, горячая. Вот, ты берешь эти плоскости, разносишь в пространстве. Таким образом образуется еще и внутри утеплитель, естественно, это воздух или еще, круче, вакуум. И все, и задача решена. То есть, и горячий, и холодный. Поэтому суть решения таких тупейших противоречий, прям таких злых противоречий, в том, чтобы углубиться в условия задачи. И задать себе вопрос, при каких условиях объект может быть и такой, и такой одновременно. Вот. И таким образом ты переходишь в область сильных решений. Вот. Небольшая лекция имени меня. Есть там еще штука такая, закон о развитии технической системы. Есть книга Геннадий Иванов. Это такой, как сказать, задачник. Короче, там книга разбита по темам, и есть задачки. Ну, это вроде как ТРИС для школьников. Написано очень простым языком, потому что ТРИС – это такая мудрная техническая хрень инженерная. Я не рекомендую читать сразу книгу Альтшулера, потому что она сложная. Я рекомендую почитать книгу Иванова. Вот. Что-то там как-то, не помню, называется. Методы творческого решения задач или что-то такое. Или как научиться изобретать, по-моему. Геннадий Иванов. И там тема «Закон развития технических систем». То есть, например, там несколько законов есть. Один из законов – это закон максимизации полезного действия системы. То есть, у любой системы, технической или живой, либо неважно какой, например, мобильный телефон, есть полезное действие. Вот полезная хрень в этом. Какая? Это экран, правильно? Ну, потому что через него происходит… Это элемент управления. Через него происходит управление девайсом. Вот. Если посмотреть эволюцию телефонов. Раньше были телефоны с кнопками без экрана. То есть, функции набора. Вот. Или там автоответчика. Потом появились телефоны с экранчиками черно-белыми. Потом телефоны с цветными экранами. Потом экраны больше становились. А потом экран взял на себя функцию элемент управления. То есть, как бы кнопок. Вот. И чем дальше заходит, тем экран больше, больше и больше. До тех пор, пока не упрется в другое противоречие. Например, всякие iPhone Plus или iPad. Ты же не будешь по iPad говорить, он большой. И вот тебе противоречие. Он не может быть больше, чем, не знаю, комфортный размер, чтобы удобно было держать в руке. Вот. И упирается все в это. Но развитие-то продолжается. То есть, экран-то нужно все равно максимизировать. Хочется. Потому что мелко. И даже дизайнеры, когда проектируют эти девайсы, они сталкиваются с таким ограничением, что мало места. Вот. И хочется, чтобы это где-то было... Тут мы доходим до противоречия. Хочется, чтобы экран был здоровый, но маленький. Ну, то есть, маленький, чтобы помещался в девайс, а большой, чтобы было на нем комфортно и удобно. И вот развивается направление всяких проекционных систем, да, то есть, проекторы всякие разные, там, или кольца, или браслеты, да, когда проецируется изображение на какой-то внешний носитель. Ну, вот. Ну, я на самом деле не один закон развития технических систем написал. Там есть первый – это закон максимизации полезного действия, второй – это закон сворачиваемости органов управления в что-то одно, и закон перехода из-под системы в надсистему. Вот. То есть, это если система, а у него надсистема – это комната, в которой она находится, и можно задействовать в качестве экрана стену какую-нибудь. Это вот элемент надсистемы. И, понимая вот эти законы развития систем, можно прогнозировать путь развития каких-то девайсов или рынка целиком, или там собственного какого-то изобретения. Вот. Ну, например, там уменьшаются процессоры, уменьшаются элементы питания, ну, батареи всякие и так далее. Ровно, ну, это объясняется тем же самым законом увеличения полезного действия. То есть, на единицу объема больше отдачи. Вот. Автомобили, которые там были в 2D, они могут перейти в 3D. Ну, скорее, сначала через беспилотники мы пройдем, а потом уже будет 3D, когда беспилотников больше станет. Вот. Что еще? И, кстати, вот я начинал про ту книгу говорить, Геннадий Иванов, там описана задача. Типа спрогнозируйте, куда может прийти в своем развитии такая техническая система, как наручные часы. Вот. Ну, понятно, это задача для школьников. В общем, школьники сидят, начинают думать. Вот. А некоторые особо хитрые школьники поворачивают, разворачивают книгу в конце на ответах. Там в ответах, это книга 90... нет. Ну, да, а, книга 90-го года. В этой книге описан в ответе Apple Watch, устройство его. Ну, понятно, без названия, потому что никто же не знал, что такое Apple Watch, его не было. А там, типа, вот, там, измерение пульса, там, других, короче, показателей, там, человек, там, использование в качестве пульта для телевизора. Я такой смотрю, ё-моё, думаю, вот это супер вещь. Ну, вот. Рекомендую, да, рекомендую почитать.